В СССР и другие воинские формирования Украины продолжают массированные обстрелы территории Луганской и Донецкой народных республик. Уничтожаются жилые дома, поликлиники, школы. Число раненых и жертв среди мирного населения ежедневно растет. Жители республик с детьми, спасаясь от обстрелов украинских силовиков, вынуждены покидать свои дома. Вынужденные переселенцы есть и в Тверской области. В Оржеве, Конаково, Кимрах, Вышнем Волочке и Твери следователи проводят допросы вынужденных переселенцев в качестве свидетелей преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины. В нашем следующем репортаже свидетельства тех, кто приехал в Тверь из Донецка. В Тверь они приехали втроем, бабушка, мама и внук. Приехали из Донецка. Здесь, в столице Верхневожья, живут их близкие родственники. 3 марта вынужденных переселенцев пригласили в Заволжский МСО регионального следственного комитета. Напомним, по решению председателя ведомства создан штаб по координации работы по документированию преступлений, совершенных украинским режимом против гражданского населения Луганской и Донецкой народных республик. Очень много разрушений. Приходилось прятаться в бомбоубежище. Много дней не было воды, отопления. Ну, в общем, очень тяжело. Елена Павловна говорит, украинские бомбы всех жителей республики постоянно держали в напряжении. Мы можем сидеть дома, все как бы нормально, тихо. А потом, неизвестно откуда, такой взрыв. Дрожат стены дома. Не знаешь, куда деваться, куда бежать. Ну, как бы вот этот взрыв прошел, и все. И через некоторое время опять такая же ситуация. Ты просто не знаешь, что тебе ждать. Я, как сейчас помню, 1 июня, день защиты детей. Мы с утра поехали с друзьями, с детьми, маленький еще был сын, погуляли в парке, развлекательные мероприятия, приехали домой, отдохнули. Вечером собираемся идти гулять. Хорошо, что мы не пошли на улицу. И тут просто на нас летит осколки. Помнишь эту историю? Осколки. Рядом в соседний дом прилетел снаряд. Но уже мы побежали в бомбоубежище, пересидели. Когда вышли обсматриваться, поняли, что в соседний дом прилетел снаряд. И на наш стадион местный прилетел снаряд, который, слава богу, не разорвался. Если бы он разорвался, там в это время гуляли дети с родителями. Если бы он разорвался, там была бы жуткая жуть. Елена и Нина говорят в то, что все эти годы республику нещадно бомбили. Их украинские знакомые не верили. Говорили, вас бомбят свои. ДНР. Это не украинские войска. Это очень больно, страшно. В общем, ужас. Вот ничего не скажешь, ужас, и то тебя никто не поймет. Вот они сейчас начали понимать немножко, и то по им же не стреляют так, как они по нас стреляли. Если сидишь в комнате, именно от тебя летит огненный шар. Как можно относиться к этой власти, к этому народу? Девятилетний Сева не по-детски напряжен. Мальчик немного расслабился и стал улыбаться, когда следователь предложила сладкое угощение. Меня зовут Сева. Я, конечно, 14-го года не помню. Мне тогда было два года. Но сейчас была ночь и страшно. Что будет дальше? В бомбоубежище, может, пойдем. А может, будет все хорошо? О признании Республик России мама Сева Нина Клименко говорит. Слава Богу! Это так хорошо. Мы, ну, честно говоря, мы надеялись, как-то у нас было ожидание, что признают, и все проблемы закончатся. Ну, понятно, что все проблемы закончатся не могли, но на самом деле это хорошо, потому что 8 лет мы жили в ситуации, в состоянии непризнанности, непонятности, ничего. Теперь хотя бы уже есть надежда, что что-то начнет налаживаться, и все будет хорошо. С началом операции вообще появилась надежда, что и во всей Украине все наладится, и все будет хорошо. Там настолько все сложно, настолько все перековеркана информация, что мы, ну, просто мы вот, мы не хотим даже, даже слушать не хотим то, что они нам говорят, потому что они говорят ужасные вещи. В Твери семья из Донецка живет по-домашнему уютно, но их родной дом остался там, и люди хотят туда вернуться. Молодежь надеется вернуться домой, в свои квартиры, к своим мужьям и папам, но надеется, что этот дом будет в безопасности вместе с Россией, будем строить, отстраивать. Ну, то есть мы настроены позитивно и настроены по-боевому. Абсолютное большинство россиян поддерживают спецоперацию по оказанию военной помощи Донецкой и Луганской республикам. Наше государство, как сказал президент России Владимир Путин, просто не могло дальше безучастно наблюдать геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на нашу помощь.